В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве подмосковного следователя МВД Евгения Шишкина. И как сообщает в Следственном комитете, это вероятный исполнитель и его подельник. Что они рассказали о мотивах преступления и удалось ли выйти на заказчиков, выяснял Виталий Кармазин. В Московский регион ездите? Москва, Московская область? Нет. Это первые кадры с подозреваемым в убийстве следователя Евгения Шишкиной, 19-летним Абдулазизом Абдулазизовым. Он был задержан в Санкт-Петербурге вместе со своим несовершеннолетним приятелем. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов, а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на получение значимой для следствия информации. Евгению Шишкину убили в октябре прошлого года. Стрелок выпустил в нее несколько пуль, когда следователь шла от дома к своей машине. При этом пистолет в руке убийцы взорвался. Любопытно, что задержанный Абдулазизов любил фотографироваться с оружием. Также, по некоторым данным, он может страдать наркотической зависимостью. У него взяли пробы слюны. Волосы длинные всегда носите? Нет. Когда отпустили волосы? Они еще не длинные. Оперативников интересовал и внешний вид подозреваемого. В день убийства стрелка сняли камеры наблюдения. Основная рабочая версия следствия преступления связана с профессиональной деятельностью Шишкиной. Об этом говорили и ее родственники. Она занималась в области экономических преступлений. Ну вот и откуда. Поэтому, скорее всего, это ее подопечные. Основным подозреваемым по этому делу стал хакер Ярослав Сумбаев. Шишкина расследовала деятельность его группировки. Банду Сумбаева обвиняют в хищении денег при покупке железнодорожных билетов. Большая часть хакеров была арестована. Сумбаев сбежал в Грузию. Там его задержали после убийства Шишкиной. Хакер заявил, что его хотят сделать крайним в этом громком деле. Адвокаты Шишкиной не исключают, что следователь в своей работе могла выйти на неких влиятельных людей. Она подняла какой-то пласт. Может быть, он был связан с какими-то важными людьми. Может быть, с большими какими-то деньгами это было связано. И, к сожалению, следователя в данном случае просто ликвидировали для того, чтобы дело, в общем-то, осталось на том уровне информационного вот этого поля, которое, в общем-то, уже в средствах массовой информации было озвучено. Ущерб от деятельности группировки хакеров астрономическим не назвать. Всего около 17 миллионов рублей. В любом случае на многие вопросы должны будут ответить задержанные в Санкт-Петербурге подозреваемые. Следователи также продолжают работу по установлению заказчика преступления. Виталий Кармазин, Вести, дежурная часть.